Полный контакт с Владимиром Соловьёвым Вот какие стоят. Прям красота. Не поймешь, бабья, лето же, как нам говорят, крайние. Как в такую погоду воюется? Есть свои плюсы, есть свои минусы. Поэтому используешь все варианты погоды. Желательно, конечно, когда пасмурно, потому что птичек поменьше. Ветреная погода, особенно если с востока на запад. Это вообще восточный ветер. Это наша помощь. Я уже говорю, нужно найти шамана. Пускай там в буген. Чтобы ветер все время будет. Ну, еще раз говорю, есть свои плюсы, есть свои минусы, естественно. Потому что ненастная погода минус дает это для техники. Соответственно, прохождение где-то. Но для действия, для групп в пешем порядке, это большие плюсы. Ну и дождь, ночь, туман. Это время, скажем так. Факторы маскировки. Это разведчики работают на ура. Это их погода. А когда Светлана? Это наблюдение из космоса. Тогда со всех средств. То есть тяжело. Да, так что. Давно здесь. Я с мая месяца. С мая месяца. Похожу здесь. До этого. Слушатель Академии Генерального штаба. Так что, когда пришел, посмотрел, удивился. Думаю, мужики, я пока учился. Что-то у вас там сильно все изменилось. Ну, как сказать, нет. Мы постоянно следили за обстановкой, переживали очень. Вот. Ну. Рвались на фронт. Вот. И, скажем так, вот в мае месяце, немножко не доучившись, был назначен сюда командиром 20-й мотострелковой дивизии. Вот. Ну, в принципе, чем очень сильно горжусь. Почему? Вы знаете, 20-я дивизия, у нее и боевой путь. Именно боевой путь прошла и Великую Отечественную войну, и вместо дислокации город Волгоград, это само уже о себе говорит Сталинград. И вот нас все называют дивизию Сталинградцы. Да, Сталинградцы. То есть мы со Сталинграда, у нас подъявили с деления Сталинград. Ну и, ладно, как вот сейчас и ребята говорят, я всегда говорю, мы двадцатка, с нами Бог. Вот. Ну, до этого ты жизнь военная побросала, ее только не был. Да. Ну, закончил Новосибирское училище. Общевоисковик. Да, общевоисковое. Ну, мечтал всегда быть танкистом, но мечта сбылась чуть позже, когда стал командиром танкового батальона, три с половиной года. Ну, командовал танковым батальоном, ну, это еще в Сибирском военном округе. Потом он там стал Центральный военный округ. Продолжительное время проходил службу в Республике Таджикистан, в 201-й военной базе. Да. Так что в плове, понимаете, все? Да. Даже научились. Ну, вот. Плов. Хорошо. Тоже приобрел опыт в Таджикистане, конечно. Огромнейший. Выполняли там задачи. Нам, наверное, этот опыт в Сирии помог. И в Сирии, скажем так, тоже каждый регион свой опыт. Что-то дает. Просто нужно брать для себя. Это самое главное. По кусочку, по кусочку. И когда складывается это все, получается готовый пазл. Вот. Поэтому оно дает свои плоды, как и в руководстве, как и в командовании, как и в действиях. То есть каждый опыт применительно по кусочку, когда думаешь, применяешь. Все в пользу. Все в пользу. Вот с собой две рации, да? Да, но это это еще мало. А сколько обычно надо для устойчивой связи? Ну, для меня две хватает, плюс у моего помощника тоже еще две. Чтобы в случае там батареи вдруг разрядилось, еще что-то. То есть постоянно. Потому что без связи жизни нет. Ну, командир без управления. Это все. Это все. Это, я считаю, преступник. Телеф.